Всем привет! Меня зовут Василий Сазанов и это видео снято специально для канала Мир Рыболов. Сегодня мы поговорим о ловле спиннингом таким монтажом, как отводной поводок. Начнем с теории. Отводной поводок это один из видов, разнесенный оснаст. Его используют для ловли таких видов рыб, как окунь, судак и берж. А также, обладая определенными знаниями, можно ловить при помощи отводного поводка красноперку и головля. Основная приманка для ловли на отводной поводок съедобная и несъедобная резина. Но иногда допустимо и даже целесообразно применение стримеров, воблеров в определенных ситуациях и вращающихся, и колеблющихся блюзин. Но сегодня мы заострим внимание на классической ловле силикона. Поговорим об основных ситуациях, в которых стоит применять отводной поводок. Первое и основное это ловля окуня. Полосатый на отводной поводок ловится всегда. Летом, весной, осенью, при любой температуре воды, практически в любое время суток. Самое важное подобрать длину отвода и правильную приманку. Правильной приманкой я подразумеваю размер, цвет и форму. Я применяю отводной поводок при ловле трофейного окуня на водоемах со слабым течением или с его отсутствием. Данный монтаж позволяет применять спиннинги с тестом 18-20 грамм в тех ситуациях, когда наиболее актуален и применим рабочий вес при джиге 3-4, иногда 5 грамм. Отводной же поводок позволяет использовать 10-12-15 грамм, то есть работать в среднем тесте данного спиннинга, получая максимальную чувствительность и хороший самый дальний заброс. Вторая ситуация, в которой правильно применять отводной поводок, это ловлю судака и берша на больших глубинах. В тех случаях, когда судаку или бершу нужна деликатная подача, а сила течения не позволяет сделать этого. Также правильно применять отводной поводок в ситуации, когда судак или берш ловятся на маленького размера приманки, если течение не позволяет использовать веса соизмеримые с ее размером. То есть, допустим, 50-60 грамм при применении 3-дюймовой резинки превращают ее в 4-5. И подача, и игра будет искажена, и рыба будет неправильно реагировать. Щуку же не принято ловить отводным поводком, поскольку классический монтаж подразумевает использование лески или флюрокарбона тонких диаметров, таких как 0,25, ну максимум 0,3. Для щуки такие диаметры на один зубок. Небольшой рывок при правильном попадании лески или флюрокарбона ей между зубами сразу срежет нашу приманку. Однако, можно изловчиться и сделать монтаж на поводковом материале, что даст возможность бороться со щукой в любой ситуации. Но это совсем другая история, и мы расскажем о ней в другой раз. А теперь предлагаю перейти к сборке монтажа. Для того, чтобы связать монтаж, нам понадобятся следующие снасти. Толстая леска для того, чтобы связать отвод, куда мы привяжем груз. Соответственно, грузы. Палочки, бананчики, здесь чебурашком, возможно, применять оливку. Тонкий флюр или монолеска для отвода к приманкам. Крючки и тройной вертлюг. Предлагаю начать с крючков. Расскажу пару слов о том, в каких случаях какие крючки стоит применять. Естественно, офсетный крючок будет одним из наиболее приоритетных. Он позволяет ловить в тех местах, где сильно заросшие участки. Камышом, водной растительностью, кувшинками и так далее. Также он позволяет хорошо проходить через коряжники. Второй, любимый мной, одинарный крючок. Я применяю его в тех случаях, когда ловлю маленькой резиной. Неважно, в каких коряжники это, водная растительность и так далее. На маленьких приманках очень редко зацепляется крючок. И на открытых пространствах, там, где допустимо использование подобного крючка. И двойной крючок, это при ловле судака, там, где нет зацепов, нужна хорошая реализация. И еще двойной крючок хорош тем, что на нем хорошо сидит приманка, мало сбивается, мало съезжает. То есть при большой плотности поклевок его применение наиболее актуально. Сейчас мы будем вязать монтаж, но на тройном вертлюге. Именно такую форму и с пластмассочками я использую чаще всего во время рыбалки. Другие, не вижу смысла рассматривать, применяйте те, которые вам нравятся, те, которые у вас есть. Пара слов о приманках. Приманки нужно выбирать так же, как и при ловле на джиг, в зависимости от ситуации. Ловите окуня, приманки поменьше судака, приманки побольше. Все это варьируется, не считаю большим и важным заострять внимание на данной теме в этом видео. Важно сказать о крючках и приманках. Всегда нужно осуществлять наиболее правильно монтаж. Чем более симметрично относительно центра, относительно оси приманки вы ее снарядите, чем меньше она будет крутиться во время проводки и во время выматывания снасти наружу. Соответственно, будет меньше оборот и будет гораздо дольше работать ваша снасть. Пара слов о грузах. Каждый из видов грузов можно применять в разных ситуациях. У каждого есть свои плюсы и минусы. Но главная задача это утопить нашу приманку на дно. Начнем с бананчика. Бананчик хорош тем, что он очень хорошо проходит через камни, какие-то коряжки. Но есть момент, что он имеет перекатывание некое. То есть во время проводки, когда он будет касаться грунта, вы увидите, что у вас кончик удилища слегка протягивает. У палочки еще сильнее выражена эта особенность. Она имеет двойное падение. То есть и вы будете видеть, иногда даже по неопытности путать с поклевкой рыбы. Кончик удилища будет отбиваться после первого падения и дергаться после второго. То есть это будет выглядеть тык-тык. Вот так. Она тоже хороша. Хорошо лазит по коряжникам, по водной растительности, по камням. То есть эти два груза целесообразно применять в сложных условиях, где много зацеп. Однако, если вы ловите на нормальном грунте, на рельефе, к примеру, это песчаные барханы или какие-то просто свалы-бровки, где практически не нужно зацепиться, гораздо правильнее и целесообразнее применять обыкновенные чебурашки или капельки. Они имеют одно падение, не сбивают совершенно рыболова с толку и являются более дешевым вариантом, все равно, как говорится, что отрывать. И пара слов о леске. Каждый из видов лесок хорош, плох, там по-своему, но снова, как в любом другом виде ловли, нужно выбирать по конкретной ситуации. Если говорить об отводе, к которому будет привязан груз, всегда нужно выбирать толстые лески. Ну, относительно того шнура, которым вы ловите. То есть нецелесообразно использовать 0,5, если вы ловите 0,3 шнуром по Японии. Рекомендую наиболее правильной и часто лично мной применяемой использовать 0,3-0,4 леску. В данном случае это леска 0,35. Ее мы будем использовать, повторюсь, для привязки груза. Леску же для того, чтобы привязать отвод с крючком и приманкой, мы будем применять в данной ситуации 0,2. Она наиболее актуальна при ловле рыбы любого размера. Но, однако же, при ловле, к примеру, судака, если есть большая вероятность поймать достойную рыбу, можно использовать 0,25, а в некоторых случаях и 0,3, если сильное течение, вы применяете большие приманки. Соответственно, и при ловле, к примеру, того же окуня, вам гораздо более актуально применять 0,14-0,16. Эта леска позволит вам иметь более хорошую, более правильную игру приманки и увеличить количество поклевок. Для того, чтобы связать монтаж, нам понадобится леска толстого диаметра, леска тонкого диаметра, к примеру, банан, исключим другие груза, один вид крючка, допустим, это будет оффсетный крючок, одну приманку и тройной вертлюг. Этого нам будет достаточно. Ну что, приступим к монтажу. Начнем с толстой лески. Отрежем приблизительно от 20 до 40 сантиметров. То есть мы делаем сейчас это примерно. У нас здесь где-то 35 сантиметров. Привязываем к нему груз. Узел. Обязательно будут вопросы, каким узлом вязать. Вяжите тем узлом, которому вы доверяете, который считаете, по вашему мнению, наиболее надежным. Я вяжу узлом, по-моему, рапала. Меня когда-то давно ему научили, и я им всегда пользуюсь. Обрезаем лишние концы. Далее берем тройной вертлюг. Вот, глядя на него, сюда пойдет основная леска, сюда пойдет отвод с грузом, сюда пойдет отвод с приманкой. Привязываем к низу отвод с грузом. Тем же абсолютным узлом. Все, привязали, отрезаем лишнюю. Тройной вертлюг, отвод, груз. Повторяю, 20-40 сантиметров. Берем тонкую леску и отматываем метр, тире два, в зависимости от активности рыбы. Мы отрезали кусок лески приблизительно длиной 1,2-1,5 метра. Привязываем его к вертлюгу на тройнике, который идет, смотрит в сторону. Ну а вот тот же узел. Все, отрезаем лишнюю. Получается вот такой вот монтаж. И в конце я померил отвод. Отвод у меня получился чуть больше полутора метров, поэтому я чуть-чуть его укорочу. Сейчас вода довольно теплая еще, в районе 11 градусов. Огромные длинные отводы ни к чему. И теперь привязываем оффсетный крючок. Я привязываю крючки обычной удавкой, которой вяжу все крючки для мирной рыбы. Никаких узлов типа там рапала, клинча и так далее не применяю. Все, его привязали. Отрезаем лишнее. И в принципе монтаж готов. А добавить можно последнее, очень важное. А то, что насадить приманку нужно максимально правильно и аккуратно. Когда вы насаживаете, соблюсти симметрию, то есть попасть в центр, чтобы ось центральная была посередине, соответственно, с крючком. То есть, чтобы приманка была максимально симметрично насажена, что исключит вращение приманки в толще воды во время быстрого выматывания снасти на забросе и просто на течении. То есть, если вы насадите криво, приманка будет вертолетить и, соответственно, путать ваш монтаж. Практически все. Мы все связали, приготовили. Осталось привязать свободный конец нашего монтажа к основной леске. Используем тот же самый узел. Привязываем, затягиваем. И в принципе все. Сейчас мы покажем то, что у нас получилось. А теперь переместимся на водоем, где я покажу основные способы проводок и попробую поймать окуня и судака на отводной кладок. Я буду ловить палкой Аватар 762 LML 4.15 тестом. Пару слов о том, какая должна быть удочка. Это должен быть спиннинг посылистый, регулярного или регулярного фаса строя. Удобный для того, чтобы и анимировать, и в то же время при равномерной проводке спиннинг не был слишком дубовым и позволял более плавно прорабатывать места, где мы будем проходить препятствия. Но излишне медленные палки тоже не подойдут, потому что вы не сможете анимировать приманку. Также регулярный строй полезен тем, что поводок подразумевает работу по площадям и дальность с забросом не будет лишней. Пара слов о проводке. Есть лично у меня три основных типа проводки. Это начнем с самого простого. Первое – это равномерное. Вот в одном поводке нужно понимать, что у вас есть длинный отвод, который во время анимации и паузы теряет с вами контакт. То есть приманочка начинает осыпаться или двигаться вперед, если особенно нет течения. Если же течение есть, то натяжение лески будет все же сохраняться, и туда подойдут другие проводки, о которых я расскажу дальше. Равномерная проводка подразумевает контакт с дном. То есть мы грузик медленно везем вдоль дна, а приманочка на неком расстоянии от дна двигается при донном слое. Это очень хорошо отзывается на эту окунь. Для начинающих это хорошо тем, что вы будете четко чувствовать поклевки. Можно комбинировать с паузами. Скорость вращения катушки при равномерной проводке будет зависеть от того груза, который вы поставили, и от глубины места ловли. Это раз. То есть вы должны контролировать дно. Соответственно, чем тяжелее груз, тем медленнее проводку можете осуществлять. И от активности рыбы. Иногда хорошо довольно быстро везти катушку, но допустим, сейчас вода очень холодная, и рыба пассивная, я веду крайне медленно, с небольшими паузами. На это довольно хорошо отзывается окунь. Следующая проводка джиговая. Джиговая проводка точно такая же, как и при обычной ловле. То есть вы сделали пару оборотов, сделали паузу. Пару оборотов, сделали паузу. И то есть все то же самое, абсолютно как и при джиге, только единственное, нужно сохранять натяжение лески. То есть если видите, что идет провис, чуть-чуть поднатяните леску. Комбинировать можно с подыгрышем. То есть вы сделали два оборота, и слегонца протянули. Сделали два оборота, и протянули. Это и сохранит натяжение лески, и во-вторых, это даст дополнительную анимацию, которая хорошо провоцирует окуня на атаку. Третий способ – это некий твич, то есть поддергивание. То есть мы ведем приманку вдоль дна, постоянно анимируя ее, делая паузы, и постоянно твича. То есть получается, что приманка в толще продергивается постоянно и зависает, продергивается и зависает. При таких продергиваниях приманка, получается, дергается, как приблизительно ведет себя воблер при твичинге в воде. Эта проводка очень хорошо провоцирует окуня на атаку. Так вот, имея понимание того, что у нас есть базовые три простые проводки, мы можем их комбинировать и добиваться максимального результата. Вот, например, сегодня лучше всего себя ведет, атакует окунь именно на продергивании, на неком-то таком твичинге. Но есть один важный момент, о котором хочется рассказать и заострить внимание. Это мой рецепт ловли успеха, назовусь его так, при ловле на отводной плодок. Когда вы попадаете на незнакомый водоем, особенно если у вас нет эхолота, лучше всего начать применять равномерную проводку. Таким образом, вы быстро сможете нащупать грузиком перепады глубин, свалы или какие-то коряги. После того, как вы что-то нащупали, нужно понимать, что приманка ваша пройдет место препятствия через полтора, иногда два метра, то есть в зависимости от длины поводка. И понимая то, что каждое препятствие, коряшка, литок, камень, булыжник или бровка является концентратором присутствия окуня, мы должны сделать что? То есть мы уперлись, перебросили и начинаем очень-очень деликатно продергивать приманочку таким образом, чтобы она как можно дольше зависала над этим местом, которое мы прошли грузом. И тем самым мы увеличиваем вероятность поимки рыбы. То есть и впоследствии, если мы получили поклевку в этом месте, мы должны примерно прикинуть расстояние, быстро находим это место и на нем уже работаем. И получаем быстро результат. Происходят постоянные поклевки, но окунь не крупный и катается на хвосте. Просечь его большим осетям не удается, но наконец. Вот у нас первая рыбка, но совсем не очень-то и большая, но первая рыбка есть. Неплохой окунишка. Это приманка Jackal Eyeshot Tail, хорошая штучка, я ей постоянно отводную ловлю. Вот он, зверюга. Попался очередной монстр. Такая крупная рыба говорит о том, что нужно немного уменьшить размер приманка. Ну, я думаю, сейчас мы уменьшим сюда двух с половиной дюймов и дело еще лучше пойдет. Ого! Вот это да! Вот это мне повезло! Да, я все слаблю коррекцион. Какая-то нифиговая рыбка. Вообще, возможно, у нас вообще бонус. Скорее всего, щука или крупный окунь. О, крупный окунь, хороший. Действительно хорошие окунь. О, там. Вот такие вот рыбки попадаются на отводной поводок. Снова поймал, от окунь на режиме Classic Tail. И самое главное, не забывайте отпускать рыбу. Если вам она не нужна, не стоит ее убивать. Будем заканчивать рыбалку. За полтора часа, проведенные на воде, нам удалось поймать много, действительно много окунь разного размера. Были бонусы, что подтверждает, что на отводной поводок находится всегда и везде. Мы рыбачили прям буквально в 15 минутах ходьбы от дома и хода на лодке от лодочной вообще прям минуты-полторы. Надеюсь, это видео было полезно для вас и отводной поводок открылся с какой-то другой стороны, а может быть, просто стал для вас поводом для того, чтобы в очередной раз съездить на водоем. Всем пока. Подписывайтесь на канал Мир Рыболова. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok